Начала реально жиреть просто на глазах Ужасная проблема за всю историю моей жизни с питомцами Вопрос Собака, ой, ела свои какашки Сейчас-то мы, наверное, раскроем страшную тайну Миши, да? Привет, я Энни Мэджик И сегодня мы поговорим об очень многом Так что присаживайтесь поудобнее Я отвечу на самые разные вопросы В том числе на те, которые меня шокируют Расскажу о проблемах своих собак Про которые никогда не рассказывала И еще очень много всего Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики И начнем Гигантское вам спасибо за огромное количество теплых слов Под клипом на миллион подписчиков И ставьте лайк, ребята, этой наглой, кошачьей морде Киске, Алиске Которая все время хочет отобрать камеру Зачем ты рекламируешь корм, платину? Таких вопросов очень мало Но я безумно хочу на них ответить Потому что они меня вводят просто в какой-то шок Кстати, вы тоже можете задавать свои вопросы Там внизу в комментариях Потому что первый час я буду на них отвечать Так вот Вы это серьезно? Погодите Вот лакомство Вот корм Вот коробки из подсъеденного корма И это лишь их маленькая часть Неужели вы думаете, что я буду рекламировать что-то, чем я сама на самом деле вообще не пользуюсь? Во-первых, я его не рекламирую Если бы я его рекламировала, я бы сняла один единственный ролик Оставила бы ссылку в описании и все Забыла бы об этом Но я постоянно напоминаю новым зрителям канала о том, что мои собаки едят платином уже очень давно Во-вторых, я его советую, потому что я считаю, что нет ни одного корма подобного высокого качества И я искренне хочу, чтобы другие люди, узнав о нем, возможно, перевели свою собаку на самый, по моему мнению, хороший корм И это мой блог, мое мнение и мои полезные советы Поэтому я считаю, что все очень даже логично Кстати, ребята, с 19 марта вышла эксклюзивная партия корма платином с фирменной наклейкой Magic Family и моим личным автографом У меня, если честно, рука чуть не отвалилась их подписывать Кто следит за нашими инстаграмами, уже видел секретные сторисы об этом Так вот, купить такую необычную пачку можно только в определенных магазинах в разных городах Ссылку на список городов я оставлю внизу в описании Так что теперь не только вашей собачке будет вкусно, но и те, кто любят нашу волшебную семейку, получат эксклюзивный автограф Кстати, сегодня, как и всегда, ролики на всех каналах в один день Так что посмотрите их обязательно На Magic Pets и на Анимеджик чьи-то такие лапочки Второй вопрос от одной единственной девушки, но я просто не могу обойти его стороной Ты же считала, что сухой корм это как чипсы, только для собак Что, уже перестала так считать, а? Нет, я не перестала так считать, и это мое мнение, и я не собираюсь от него отказываться Просто, видимо, ты, которая задает этот вопрос, не знаешь, что такое корм платинум и ничего о нем не читала Это не сухой корм, просто в России никто еще этому не придумал правильного названия В других странах в переводе на русский он называется сочный корм Но то есть именно не вот такой вот мягкий, как консервы, а сочный Потому что он делается так, как никто не делает Почему я называю обычный вот сухой корм, правда, чипсами Потому что в большинстве сухих кормов, вот таких вот именно сухих В них и так-то нет ничего особо полезного В них взята мясная мука, которая сама непонятно из чего сделана Она мешана с кучей разных всяких продуктов, не обязательно необходимых собакам Все это перемешано, замешано и высушено при таких нереально высоких температурах Что уже ничего там полезного не останется, в них даже жидкости нет Попробуйте, погрызите Такое даже людям нельзя, а кстати платину могут даже люди есть, учитывая его состав Берется реально натуральное свежее мясо и тушится вместе со всеми продуктами, как мы дома Вот тушим же еду в кастрюльке, а потом уже сушится медленно, как если бы мы дома сушили потом эту еду Туда уже добавляются всякие полезные натуральные штуки, типа масла холодного отжима и всякие травы Именно при комнатной температуре, чтобы они сохраняли свои полезные вещества Так не делает никто, и именно поэтому платинум вот такой Он слегка мягкий, и его можно как бы раздавить пальцами И вот первая проблема моей собаки Эйвона Короче, когда мы жили еще не здесь, и Эйвон кушал сухой корм, у него начались какие-то жесткие проблемы с деснами Я пошла к ветеринару, она сказала, что ему не хватает, типа, каких-то витаминов Мы эти витамины ему подавали, но ситуация не изменилась И когда я чистила ему зубы, я видела, что ему явно неприятно И он как раз от своего сухого корма, который он тогда кушал, стал отказываться И я поняла, что отказывается он не от того, что он не хочет именно этот корм А от того, что ему просто больно жевать его Потому что этот корм, когда его разгрызаешь, у него как бы такие получаются острые частички А у чихуашек все-таки десна очень нежные, и, видимо, у Эйвона особенно И мы с ветеринаром пришли к выводу, что проблем никаких нет Именно все дело в этих ранках, микроранках, которые образуются на деснах И в них может попадать инфекция, зубы будут заболевать, и это очень опасно Поэтому она посоветовала нам, типа, перейти на какой-нибудь вот мягкий корм Но сейчас, слава богу, эта проблема решилась, ушла, и Эйвон прекрасно кушает Я сейчас кое-что сделаю, чтобы вам потом это показать А пока третий вопрос Собака очень сильно толстеет после стерилизации или кастрации Это нормально, Ань? К сожалению, да, это нормально Но не все собаки и кошки сразу толстеют после этого Например, Эйвон вообще не изменился и вообще не поправился То есть у животных, как и у людей, они все разные А вот Софиша, наоборот, начала реально жиреть просто на глазах И мы искали самые разные способы, как с этим бороться Я постоянно ходила с ней заниматься физическими нагрузками Постоянно контролировала ее питание Ни в коем случае никаких лакомств, вкусняшек И тем более уж чего-то там со стола Постоянная диета И действительно это помогало И в тот момент собаки у меня уже были на натуральном питании То есть ели натуральную, правильную еду Но даже тогда мне постоянно приходилось ее ограничивать И она явно страдала и хотела все время кушать А платином, по сути, стал нам заменой натуралки И мне не нужно стало тратить кучу своего времени на то, чтобы готовить Я перестала переживать, что я могу что-нибудь из полезных веществ Каких-то витаминов не доложить Или переложить и переборщить И плюс вес Софи наконец-то остановился Она перестала толстеть Но я думаю, что это связано не только еще и с качеством корма Но и с тем, что он не растягивает желудок В одинаковые баночки, в одинаковое... В одинаковое... Эй! Количество корма я налила одинаковое количество воды Эй! Дайте расскажу Платин вообще не увеличился Вода осталась сверху А вот как выглядит сухой корм Сухой корм сильно увеличивается в желудке То есть он впитывает воду и разбухает И растягивает желудок еще сильнее И собака хочет есть все больше и больше с каждым разом А платин вообще не увеличивается и значит не растягивает желудок Кстати, видите, вот это вот натуральное масло И его сразу стало видно в воде Самая ужасная проблема за всю историю моей жизни с питомцами Это была Мишина проблема Мы к ней еще вернемся Просто вот у меня сейчас прям висит вопрос Ань, можно ли кормить собаку разными кормами? Мы хотим попробовать все и заодно побаловать собаку Нет! Единственная собака, у которой не было никогда никаких проблем с детства на почве питания Это Юмичу Все дело в том, что она с щенячьего возраста А сейчас ей почти один год и три месяца Ест один и тот же корм Так вот, по поводу разных кормов Я уже говорила вам не раз, что собаки не как люди Чем однообразнее их питание, тем лучше Потому что для каждого продукта Собачий организм должен выработать определенные ферменты Определенные вещества, которые будут перерабатывать этот продукт Каждый раз, когда вы меняете продукт, меняете корм Организм собаки испытывает стресс, потому что он должен снова перестраиваться на новую еду Самое лучшее, это один и тот же корм Раз и навсегда Еще один очень частый вопрос Моя собака отказывается есть любой корм Поэтому мы кормим ее всем подряд Что делать? И еще Ань, а твои собаки едят свои какашки? И вот сейчас-то мы, наверное, раскроем страшную тайну Миши И ее первая проблема заключалась в том, что она отказывалась от любой еды, когда ко мне попала Кто смотрит наш канал давно, знает, что Миша оказалась у меня уже взрослой собачкой И я не знаю, чем ее кормили до этого Но она ничего не ела, потому что не знала, что это такое Что такое свежее мясо? Что такое лакомство? Что такое хороший корм? И поэтому она, конечно, отказывалась Но это было не самое ужасное Самая ужасная проблема Миши была в том, что она ела свои какашки И я сейчас, ребят, не шучу вообще Это серьезно Собаки так поступают, когда им не хватает каких-то ферментов в организме Они пытаются это добрать из своих же фекалий Но когда я ей предложила платином, я реально была удивлена ее реакцией Она очень его полюбила и сразу же начала есть Я предположила, наверное, что он сделан из-за того, что он сделан из свежих продуктов У него приятный такой запах и вкус А не всякие там ароматизаторы, усилители вкуса, как во многих других сухих кормах Им именно это ее и подкупило И она не только стала хорошо кушать, но и перестала, фух, есть свои какашки То есть ей стало достаточно полезных веществ просто из еды А вообще собака может отказываться есть по разным причинам Если она не ест не из-за болезни, именно она заболела и поэтому отказывается от еды Скорее всего, она просто у вас очень избалована и пытается вами манипулировать Так что посмотрите видео Щенок не ест, что делать? Я там очень много на эту тему рассказала Покупайте платином с моим автографом и нашим логотипчиком Переходите по ссылочкам на другие ролики И увидимся скоро в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok